Добрый вечер, уважаемые участники. Давайте проверим связь, и если меня слышно, пожалуйста, поставьте в чат плюсик или отметьте соответствующие реакции. Большое спасибо за подключение. Давайте немного подождем тех участников, которые еще только подключаются, и начнем в 7.05 по московскому времени. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Сам вебинар состоит из двух блоков – содержательный блок и блок вопросов и ответов. Свои комментарии и реакции прошу оставлять в чате. Вопросы, которые возникнут у вас по ходу презентации или после нее, можете оставлять вам в разделе «Вопросы и ответы». Также мы будем очень признательны, если вы после встречи заполните небольшую анкету обратной связи. Это поможет нам сделать наше мероприятие лучше. Ну а в конце вебинара вас ждет приятный сюрприз. Хочу рассказать немного про наш учебный центр IBS. Мы являемся ведущим российским провейдером обучения и сертификации. Мы предлагаем обширный выбор курсов, каждый из которых поможет вам лучше понимать роль и задачи системного аналитика, поможет изучить тонкости системного и бизнес-анализа, а также познакомиться с бабок. В нашем каталоге более трех десятков курсов в этом направлении. Передаю слово нашему спикеру Ольге Новаковской. Ольга, пожалуйста. Всем добрый вечер. Я надеюсь, меня видно и слышно. Я сейчас буду допускать демонстрацию экрана. Так, подскажите, пожалуйста, видно ли мой «Да». Если видно, поставьте, пожалуйста, плюсик. Спасибо большое. Итак, рада вас приветствовать на нашем вебинаре по теме «Продвинутый SQL для аналитиков». Для начала расскажу немного о себе. Меня зовут Ольга Новаковская. Я специалист в области управления данным. Сейчас я занимаю должность руководителя отдела по мастер-дата менеджмент. Это управление мастер-справочниками и классификаторами в крупной медиа-компании в отделе IT. Также у меня около шести лет опыта работы на стыке бизнеса и системной аналитики. Это хранилище данных, отчетность, BI-отчетность, бизнес-анализ. То есть очень много такого, у нас будет большой стек. И именно с SQL я работаю как раз уже вот седьмой год пошел. Также у меня высшее образование в области прикладной математики и бизнес-информатики. И помимо IBS я наставник на курсах бизнес-аналитика, продуктовая аналитика в крупном сервисе онлайн-образований. Мои контактные данные, если что, написано на слайде. Давайте дальше. Немножко расскажу про план нашего семинара. Он состоит из трех разделов. И цель вообще этого тренинга – это познакомить вас с основными принципами и возможностями продвинутого SQL. То есть этот тренинг предназначен для начинающих аналитиков или разработчиков, которые уже умеют в SQL, понимают, что такое select, что такое агрегатные функции и так далее, которые могут писать какие-то простейшие SQL-запросы, и либо не знают, что такое конные функции, проспанированные под запросы, либо используют, но еще нет какого-то такого, я бы сказала, какой-то уверенности. И надеюсь, после нашего тренинга у вас эта уверенность и понимание появится. Для начала я расскажу немножко про основы SQL, которые в целом, нужно знать, которые являются базой, после которых можно уже идти в аналитические функции и так далее. Также дальше расскажу про конные функции. Разберем несколько примеров. У меня на слайде подготовлены скриншоты запросов и скриншоты результатов. Также потом поговорим про подзапросы и Central Table Expressions в сети. И в конце немножко поговорим про транспонирование, как его можно делать и стоит ли вообще его делать. Итак, начнем с NoSQL. Базовые темы, которые в целом нужно знать, какой минимум, с которым берут на работу, например, джина, это понимание, что такое Select, что такое Prom, понимание срезов данных, это как делать фильтрацию, сортировку, то есть как использовать VR, как использовать логические операторы, что есть там Between, есть In и так далее. Это такая некая база. Вторая база – это объединение таблиц. Это всякие виды джойнов. Это Inner Join, Left Join, Right Join, Full Outer Join. Также очень важная тема, которую как раз сегодня мы еще раз повторим, потому что на основе нее и строятся оконные функции – это группировка и агрегация. Это использование GroupBy и Having наших запросов. Поэтому давайте перейдем как раз к группировке и агрегации. Группировка и агрегация в SQL выполняются с помощью оператора GroupByte. И оператор GroupByte в SQL используется для группировки данных по одному или нескольким столбцам. Он позволяет объединять строки, которые имеют одинаковые значения. Это очень важно. То есть если SQL видит одинаковые значения в столбце, в котором есть группировка, он уже формирует из этого одну строку. Каждое одинаковое значение – это одна отдельная строка. То есть он формирует эту отдельную строку с точки зрения группировки и позволяет выполнять агрегатные функции над этими группами. То есть еще раз повторю, сначала группы данных на основе уникальных значений, и затем для каждой группы выполняются агрегатные функции. И агрегатные функции, это тоже важно, возвращают только единственное значение для каждой строки, так же, как и оконные функции и так далее. То есть это тоже принципиально важно. И агрегатные функции могут быть использованы как в Select, так и в операторе Having для фильтрации результатов. Если рассмотреть пример на слайде, то у нас есть табличка Customers, в которой есть столбец Country, по которому планируется добавляться группировка. И на основе этой группировки, как бы SQL смотрит, ну, группы SQL смотрят, смотрит не SQL, он видит одинаковое значение USA, и вот эти две строки, которые у него в группе, он превращает их в одну. Он превращает их в одну и считает вот этот Found Customer ID. То есть для каждой строки он сначала собрал группы, потом посчитал для них Found Customer ID, посчитал для них количество записей и вывел. А также в Having есть условия, то есть он вывел только те записи, в которых количество больше единицы. То есть так работают группировки групповые функции, то есть инкруппировка и агрегатные функции. Сначала мы берем одинаковые значения, по ним группируем, выполняем какую-то агрегацию, какие-то агрегационные функции, а потом вводим там. Это будет важно, мы как раз на примере дальше сделаем сравнение с агрегационными функциями. И тоже основная база, которую нужно знать по SQL, это как выполняются SQL-запросы, в каком порядке. Сначала, как бы, если некое такое ошибочное мнение, что сначала выполняется Select, это неправильно. Сначала выполняется From. Сначала нужно понять, из каких таблиц мы отбираем данные. Потом мы делаем объединение таблиц. После этого мы выполняем фильтрацию строк, только потом мы делаем группировку и агрегирование данных. Дальше мы используем Kevin, фильтрация агрегированных данных. И после этого только мы возвращаем результирующий датасет, который у нас указан в Select. И уже потом делаем сортировку. Это очень важно. И с точки зрения оптимизации, пожалуйста, пользуйтесь и думайте о том, что сначала From, Join, Where, Group, By, Kevin, и только потом Select, Order, By, Kevin. Это что касается базовой SQL. Я надеюсь, что многие из вас нужны на пробу, либо хотя бы умеют его читать. Что касается оконных функций. Для начала поговорим про определение оконных функций. Оконные функции – это специальные функции, доступные на языке SQL, которые позволяют выполнять вычисления и агрегации определенными группами строк, называемых окнами. Поэтому они оконные. Либо оконный фрейм они называются. Окна предоставляют собой набор строк, которые можно определить, исходя из определенных критериев, таких как порядок сортировки или условия протестонирования. И вот если посмотреть на вот эти квадратики, обычно это просто законные функции, то если мы просто делаем Select, то у нас воспринимается это как просто целая таблица. А оконная функция, она разделяет как раз нашу таблицу, ну или результирующий набор данных, на окна с точки зрения тех партиций, которые мы им задаем. То есть, по сути, partition by в оконной функции – это та же группировка. И оконные функции, они позволяют применять операции, которые обычно применяются ко всей таблице или группы данных, как вы смотрели до этого. Уделенные части данных внутри окна. То есть мы разделяем на окна. С точки зрения этих окон мы выполняем наши действия. И синтаксис оконных функций может немного различаться в различных СУБД, но основные элементы синтаксиса обычно являются одинаковыми. То есть если вы используете, например, MS SQL, или вы используете Postgres, обязательно смотрите документацию, но по факту, насколько я знаю, синтаксис вообще примерно одинаковый. И вот общая структура, подставленная на слайде. Сначала следует функция. И вот слово over, оно как раз и говорит нам о том, что сейчас будет применяться оконная функция. То есть если вы просто напишите какую-то функцию, напишите over, уже будет фактически считаться оконной функцией. И функция, вот на слайде она представлена в таких вот галочках, это агрегатная или аналитическая функция, которую вы хотите применить по окну данных. Например, sum, avg, rank, first value и так далее. То есть это как бы некая функция, которую нужно применить. То есть она может быть не только агрегатной. Partition by, order by и rows, вот эти три внизу, они являются опциональными. То есть они в целом не обязательно писать, но некоторые функции без них смысла не имеют. Мы как раз дальше про это посмотрим. То есть если говорить про partition by, как я уже сказала, это и есть та самая а-ля группировка. То есть мы перечисляем партиции, то есть те столбцы, по которым нам нужно загруппировать данную и которые у нас как бы сформируют вот это окно, на основе которым мы будем все делать. И вот функция будет вычисляться независимо для каждой группы. Если мы разделим на разные столбцы, у нас функция применится к одному одинаковому значению столбца, к другому одинаковому значению столбца, к третьему одинаковому значению столбца. Дальше идет order by. Это тоже опциональная часть, которая определяет порядок сортировки для данных внутри каждой группы. Это как раз такое ответвление от группировки. В группировке вы особо такого не сделаете. И вот если мы задаем order by, то функция, которую мы задали, она будет вычисляться в соответствии с указанным порядком сортировки. А также есть rows, это смещение, начало смещения и конец, тоже опциональная часть, которая определяет диапазон строк, на которых будет применяться функция. То есть смещение может быть выражено в виде числа строк или специальных ключевых слов, например, что наша строка является как будто первой. Но чаще всего используется функция over partition by order by. То, что rows, оно довольно специфическое, я вам советую, если вам интересно, потом дополнительно про это представить, потому что те функции, которые я сегодня вам покажу, они как раз без rows, и там они особо и не нужны. Если говорить вот про оконные функции, то есть они, вот если посмотреть на картинку вниз, у нас есть агрегатные функции с одной и той же группировкой. Например, у нас есть Вася, у него что-то, 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 и мы из него, когда делаем groom by, мы делаем из него одну спрактуру. Но преимущество оконных функций как раз в том, то количество строк, что у нас есть в таблице или в результате какого-то результирующего набора, над которым мы работаем, он не меняется. И в каждой строке добавляется результат оконной функции. Это основное различие между группировкой и оконными функциями. То есть по факту группировка, она сокращает, и мы не можем в группировке, например, написать все-все-все-все-все столбцы таблицы. Мы можем написать только те столбцы, которые у нас написаны в группе Y. А в оконные функции мы можем написать все-все-все-все-все-все-все столбцы и добавится новый столбец с результатом этой оконной функции. Вот что касается симпексиса. В целом они очень сильно распространены, они помогают выполнять сложные вычисления над данными. И самое главное, что они сохраняют контекст и отношения между строчками внутри окна. То есть у нас вот это окно, 5 строчек, 25 строчек, 100 строчек, оно не меняется. У нас просто добавляются результаты этой оконной функции. Сейчас подробнее рассмотрим на примерах. Я создала просто табличку, называется Product, и наполнила ее такими а-ля тестовыми данными. Product name, наименование продукта, цена, за которую его купили, VAT, за которую купили этот продукт, месяц и год, и кто купил этот продукт. То есть кто-то такие а-ля транзакционные. Какой-то продукт такого числа купили за такую-то цену. И цены могут меняться, даты могут меняться. И сейчас как раз буду показывать скриншоты запросов и результаты этих запросов, и как раз комментировать, какие оконные функции здесь используются. Как раз еще один пример привела, чтобы еще крупнее положить в ваши головы, чем отличается от группировки. Видите, у нас по сути на слайде выполнился одно и то же. Мы берем, группируем по продукту и ищем сумму, за которую этот продукт купили. И вот если вверху у нас запрос, мы сделали группировку, сделали from products, from by product name, и дальше посчитали для каждого product name и сумму. И у нас было там 10 записей в таблице, осталось 3 для каждого продукта. И все сцепилось. Получилось, продукт A купили за 180 рублей в сумме, продукт B за 260, продукт C за 200. А если посмотреть агрегатную функцию, мы никаким группой не пишем, мы пишем просто select все столбцы и добавляем вот эту оконную функцию, sum price, то есть сама сумма, от какого столбца мы ее берем, cover, то есть то начинается оконная функция. Дальше пишем partition by, это как раз столбцы, по которым мы группируем, такие партиции мы нарезаем. И получается, что если смотреть справа внизу, что у нас записи не уменьшились, у нас как бы было две записи для продукта в разные даты, они так и остались, но к ним еще одним столбцом добавился total price. То есть у нас 1.01 купили за 100 рублей, 5.03 купили за 80, и общая сумма 180. И это как раз основное отличие от группы. Выделяют вообще три типа оконных функций, но флота выделяют, я выделила, наверное, самый как бы, Оконные функции делят, дригатные функции, которые мы уже посмотрели, например, функцию sum, дальше есть функции ранжирования, которые помогают ставить номер в каждой зарядке. Следующие значения. Есть множество аналитических функций, посчитать процентиль и еще много других. Сегодня как раз мы поговорили про агрегатные. Еще сейчас один пример дам по агрегатным. Также покажу функции ранжирования и функции смещения. Вот здесь как раз, если взять тот же самый пример по агрегатным функциям, я привела вам на слайде, чтобы показать различия, когда мы добавляем partition by, когда мы добавляем order by, когда мы их не добавляем. То есть опять же, одна и та же функция sum. Считают сумму цены. Вот если мы вверху делаем просто sum price, то вот этот вот over, он посчитает, что окно – это все таблицы. То есть если мы не пишем partition by, то вот это окно, на которое обычно делится, считается, что это вся таблица, и считается для каждой статьи общая сумма. Как мы видим, вот у нас есть product item, три зафте. И выводится следующим столбцом total price. Для каждой статьи, опять же, сохраняется все, что есть, но для total price у нас считается, что, ну, это все, и идет сумма. Если смотреть второй пример, мы добавили партиции. Например, мы уже смотрели до этого. У нас получилось, что на каждого продукта посчиталась общая сумма. Это 280. Здесь было 100-180, сумма получилась 280. Отличие как бы в одной строчке, но по факту воспринимается по-другому. И во втором как раз примере, но это каждый отдельный уникальный product name. Есть product A, это одно окно, все, что связано, где product A. Product B, это второе окно, все, что связано с продуктом B. Product C и так далее. Это все окна. Когда мы делаем партишены, мы считаем, что это все разные окна. И если смотреть внизу, здесь гораздо все интереснее. Если мы задаем order by, у нас получается нарастающий итог. Мы берем, делим на группы, но в каждой группе мы еще делаем сортировку по дате, и так как там сортировка по умолчанию ASK, у нас берет текущее значение и предыдущее. Каким делать? Новая строка. Видите, третья строка. Плюс 280. То есть первый день на 100 рублей total price, нарастающий итог 100. Во второй день, 2-го, 0-го, еще на 100 рублей, нарастающий итог 200. Потом 80 и 280. И как раз раньше была такая SQL-ная проблема, что SQL не умеет, вы видите ли, вы нарастающий итог. Когда появились оконные функции, он сумел. И по факту, вы видите, одну и ту же функцию агрегации оконные можно использовать по разному. В зависимости от того, нужно ли нам окно все, нужно ли нам окно делить на какие-то определенные столбцы, которые можно через запятую указать. Мы могли, например, сделать partition by product name и так, у нас была бы общая сумма только в этот день по этому продукту. Если там было бы несколько, то они бы засуммировались. Либо мы можем взять партицию по продукту и еще сделать нарастающий язык. Дальше. Есть функция ранжирования. На моей практике пользовались три row number, run и then run. Все три они нумеруют строки. Row number, он вообще просто по факту нумерует строки в зависимости от сортировки, которую вы ему укажете. И вот здесь когда особо не использовать order by смысла нет, потому что это как раз у нас ранжирование, нам нужно указать по каким столбцам нам нужно заранжироваться. Если мы сделали просто over, здесь мог бы быть результат непредсказуемый, что бы мы там сделали. В данном случае нам по сути обязательно указать, что такое order by and run. И вот есть row number, он сверху показан, он нумерует строки. dense rank и rank тоже нумеруют строки, но делают это несколько отличным способом. И вот это отличие проявляется в том, что строки, которые имеют одинаковое значение в столбце, которые выполняются упорядочиванием, получают одинаковые номера ранги. И вот если посмотреть на слайде, раз я привела вам пример, у нас есть цена для product A, для product F, для второй и третьей строки, она одинаковая. И row number просто сделал 1, 2, 3, 4, 5, он просто рандомно взял одну из них и поставил одну двойку, другую тройку. Run, в свою очередь, и тот другой, они ему поставили двойку. То есть это и есть как бы run и rank на одинаковое значение 1. и они сделали как раз product A, 3, 2, 3, стока, поставили двойку. И в этом как раз отличие row number от rank, в том, что row number одинаковое значение всегда выдаст следующее рандомно, либо если вы скажете order by price и product name, то у вас он уже вы сможете его хоть как-то контролировать. Но здесь суть в том, что как раз отличие rank и row number в том, что одно просто посчитало, другое сделало rank. И дальше вот на строке 4, product G, есть отличие между rank и dense rank. Rank посчитает количество плюс 1. То есть, если у нас было 2 записи до этого, он их посчитает как 2 записи и следующий уже пойдет 4 ранг. Dance rank он пойдет 3-м рангом. То есть, если вам, например, принципиально важно, чтобы у вас какие-то там были по порядку и они не было дырок, то есть, если вы одинаковое значение присылаете какой-то ранг, то тогда вы используете dense rank. Если вам не так принципиально, но главное, чтобы одинаковые значения были одним и тем же рангом, то вы используете rank. Если вам вообще это не важно, вам нужно поставить номер строки по точке зрения сортировки, то вы используете row number. Здесь в целом у меня к вам есть вопрос, как вы думаете, зачем нужен row number? В целом ранг используется для когда у нас какие-то ранги и мы что-то сортируем. А зачем нужен row number? Как вы думаете? Включите пожалуйста в чат. Оксана, молодец. Основное для чего используется row number это чтобы сохранить дублирование строк. Можно соединяться с другими тублицами и все. Да. В целом наверное основное как оно устраняется дублирование я сейчас расскажу. Мы например делаем запрос и говорим посчитай строки сделай row number и удали строку который там row number равен 2. Да. Либо то есть мы можем просто у нас есть какие-то дублирующие строки мы можем поставить row number каждый из них и удалить ту которая нам не нужна. Это с точки зрения удаления дублирования. У меня на работе очень часто это использовали. Также можно использовать как ключ. сделать select row number и потом выделять например нам нужен только третий с начала или третий с конца. Также да можно с помощью top1 не очень не знаю что такое top1 вестайз взять только первый строк и им сейчас отвечу. Row number используют для того что мы вот у меня например на работе row number мы используем для чего у нас есть таблица там есть куча данных по одному и тому же показателю нам нужно взять например самый последний мы делаем row number и мы берем там row number 1 или то есть мы делаем сортировку desk border byte берем самое большое значение и его забираем можно прям row number делать по датам у нас есть какие-то даты мы берем самую последнюю дату ей ставим единицу и ее выводим в дубле мы не смотрим глазами то есть мы по факту можем их просто удалить если у нас в этой сортировке есть какие-то дубли мы прям переписываем наши данные по которым есть дубли и тогда мы можем в row number поставить partition by и мы можем указать столбцы по которым у нас не должно быть дубли мы пишем row number partition by эти столбцы order by кто-нибудь что вам последнее нужно и потом просто почистить то что не подходит нам то есть когда например у нас есть дубль нам должна быть только одна строка у нас больше одной строки и все что row number больше единицы мы удаляем надеюсь я ответил на ваш вопрос вот если не остался какой-то вопрос по row number пишите сейчас в чат если нет то будем двигаться дальше то есть row number лично у меня это самая топ функция которая есть потому что ее можно использовать всеместно ее можно использовать для того чтобы что-то отобрать какой-то топ отобрать дубль отобрать самое первое значение и так далее и она довольно уникальная distinct rank в целом rank тоже можно использовать для устранения дублей но там будет когда если одинаковое значение он может делать один-один то есть здесь как раз суть row number в том что если какое-то одинаковое значение то он не будет это делать одним рангом он это сделает на одну строку единицы другую строку двойки суть именно в этом и именно для удаления дублей используют как раз row number потому что он не степляет строки между собой с точки верения вот этого числа остались ли еще какие-то вопросы по row number я как раз хотел на ней записироваться потому что оно очень сильно используется если все понятно поставьте пожалуйста единицу в чат лично также напомню что у нас есть блок вопросов и ответов если у вас как бы по ходу возникают какие-то вопросы но там в целом поиски или что-то там непонятное и вы понимаете что сейчас я не смогу вам ответить можете ковать это в раздел вопросов и в конце у нас будет время на ответы на вопрос спасибо большое за ваши единицы тогда двигаемся дальше у нас есть функции смещения тоже один из видов оконных функций которые часто используются я подставила пример first value и lead они как бы могут эти пари есть first value есть last value first value возвращает первое значение данной группировки last value возвращает последнее значение и если смотреть налево мы можем посмотреть у нас есть select мы выбираем номинование продукта его цену и ищем первую цену которая была у этого продукта то есть если бы мы здесь написали last value у нас для продукта было бы не 180 то есть первая строка у нас опять же у нас сохраняется весь список наших строк и добавляется значение оконной функции то есть например бывает такое что важно посмотреть какую цену он изначально продавался такая самая первая цена либо нам нужно вывести например с точки зрения когда мы смотрим пользователей например первое значение которое у него было в каком-то из атрибутов например город я не знаю какой-то социально-демографическая характеристика нам нужна например первая нужно посмотреть в каком городе наш респондент зарегистрировался в таком случае можно взять first value посмотреть первое значение которое было в городе как-то он может меняться и есть то же самое мы взяли паблический продукт взяли product name взяли price и для каждой строки посчитали первую цену группировки то есть видите у нас есть partition by product name то есть уникальных значений product name сортировки по дате то есть первая дата считается как бы первым значением для всех остальных ставится значение которое было первым если бы last value сортировали бы все эти даты и взяли бы последнее значение и его бы всем поставили всем строкам также есть функция lib есть lag и lib lag возвращает предыдущее значение столбца по порядку сортировки а lib возвращает следующее значение столбца по порядку сортировки плюс минус тот же самый единственное что мы ищем мы сортируем все так же то есть мы как бы аля если бы мы делали группировку у нас бы была группировка потом мы засортировали и уже посмотрели дальше то есть у нас идет например product name было две записи аля засортировалась по датам есть первая 0,1 пятая 0,3 и он для первой записи нашел следующую и он добавил 80 для второй записи он следующий не нашел поэтому добавил now если бы мы делали наоборот мы делали lag то есть предыдущее значение то для первой записи у нас было бы 100 а для второй записи было бы 100 то есть это тоже очень довольно мощный инструмент когда нам нужно в том окне в той партиции например часто это действительно используется именно с датами я наверное не знаю примеров когда это используется не с датами то есть по факту мы берем нашу группировку вот это окно взяли строку они у нас аля уже сортированы посмотрели следующую если есть значение его добавили если нет значения не добавили то есть вот такая это что касается функций смещения также есть еще разные аналитические функции я не стала их уже добавлять они довольно как бы специфические но суть у них та же самая есть значение есть партиция есть группировка написала Оксана что еще можно применить шаг к смещению часто используется в датах да можно например взять следующую дату то есть не следующее значение а прям следующую дату например у нас это покупка сейчас а следующая покупка тогда и тогда мы можем на время смотреть даты между покупками например продуктовые аналитики часто используются у нас есть дата и нам нужно посмотреть как часто совершается покупка мы берем нашу дату делаем оконную функцию смотрим следующие значения вычитаем одну дату от другой и получаем через сколько дней или времени покупатель сделал нашу покупку и нам не нужно отдельно делать группировки что-то высчитывать мы не теряем записи Мы просто собираем и смотрим. Можно, например, для клиента посчитать текущую дату, следующую, сколько дней и посчитать, например, среднее время между покупками. Тоже довольно типичная задача, которую можно решить с помощью оконных функций. В целом, по оконным функциям я рассказала. Расскажите, пожалуйста, остались ли у вас какие-то вопросы по тем функциям, которые я назвала, или мы можем двигаться дальше и говорить про код запроса. Если вопросов нет, так и напишите, а вопросов нет. У матросов нет вопросов. Отлично. Так, шаг так регулируется. Имеется шаг. Что мы имеем в виду под шагом? Можете, пожалуйста, уточнить. То есть следующий шаг – это просто следующая строка. Применить шаг к смещению. Сейчас, секунду. А, ну просто, что я так понимаю, что это просто у нас есть дата, и мы идем в смещение, смотрим следующую дату. То есть как бы мы смотрим следующий шаг, который совершил, например, наш клиент. Когда у нас есть шаг клиента, что он купил в один день, купил в другой день. И вот у нас есть текущий день, мы можем найти следующий шаг, когда он совершил эту попытку. То есть как здесь, например, вот у него есть price 100, next price 80. То есть мы посмотрели, что он сделал в следующий шаг. Так плюс t. С точки зрения лага и лита, по-моему, можно так регулировать, но это надо посмотреть документацию. Зависит от, наверное, субботеков. Чаще всего используется следующий шаг. Как раз вот эти rows, там, по-моему, можно, да, в скобках написать, запятая два, и тогда будет через две единицы. То есть это все есть документация, я просто рассказываю, наверное, такой наиболее типичный. В целом, да, можно шаг плюс t. Спасибо большое, Оксана, что написали пример. То есть, да, это как раз персентиль и интиль, вот они у меня здесь как раз указаны. Вот персентиль и интиль, они тоже очень полезны, я советую просто по ним отдельно познакомиться, потому что у нас немножко время ограничено. Тогда я двигаюсь дальше, чтобы мы успели поговорить чуть дальше. У нас есть еще подзапросы и сетие. Итак, что такое подзапросы? Подзапросы – это запросы, которые выложены внутрь других запросов и используются для получения промежуточных результатов, которые будут использованы во внешнем запросе. То есть это, по сути, мы делаем from, например, не из конкретной таблицы, а из результата запроса. То есть мы берем в скобочки и в скобочках пишем этот запрос. То есть по факту, если вам нужно сделать какие-то еще манипуляции, махинации, потом еще над ними манипуляции, махинации, раз для этого помогают подзапросы. То есть SQL – это не только обращение к табличкам, это мы можем как бы обращаться уже к результатам наших запросов. И подзапросы могут использоваться в эре, то есть в условиях сортировки. Они могут использоваться в from, как я уже сказала, когда мы просто вместо from таблицы берем from, select, что-то там. И также они могут использоваться в select. Я привела дальше пример, примеры в эре и select. Например, мы можем обращаться под запросом и делать, например, там какие-то агрессионные функции. То есть мы можем сделать в select все значения по продуктам, делать в эре прайс больше в select, а в в г прайс, то есть посчитать, вывести все продукты, у которых цена больше, чем средняя. Также внизу в эре можно было сделать в эре прайс и делать просто какой-то список тоже через подзапрос, либо еще что-то. Также можно прямо под запросы использовать в select, если они возвращают одно значение. То есть, как я говорила, у нас все агрегационные функции, они возвращают одно значение. И если у вас возвращается одно значение, его можно использовать как столбец. То есть вам не обязательно отдельно где-то рассчитывать джойниться и так далее. Вы можете прямо в лоб записать select в эре прайс, в эре прайсе, в эре прайсе. То есть мы и вывели, что нам нужно среднее, и все внизу показали, что у нас значение должно быть больше вот этого среднего. Это что касается под запросов. Также под запросом можно вместо было написать там select что-то там, грубо, еще что-то. То есть это уже такое более базовое. Здесь я хотела показать, что это можно использовать не только в off-road, можно использовать еще в самом селекте. Да, в эре можно использовать не только значение, но и целиком колонку. Можно тоже. Здесь я просто показала, что можно и значение, а можно, да. Дмитрий, спасибо, что... Нет, можно не только. Можно написать where price, запятая, там, purchase day, в копках in, select price purchase day from. Так тоже можно. Просто должно быть, если у вас две строки, два столбца в эре идут в in, то у вас два столбца должны возвращаться под запроси. То есть можно, да, перечислить. По факту так. Это тоже одно из столбцов, но оно не так часто используется, но тоже можно. То есть можно вывести два столбца, которые будут под запроси тоже эти два столбца. Насколько это производительно? Тут мы делаем три запроса в паблицу. Здесь, так как возвращается одно значение, это не так принципиально, но по факту для этого как раз и есть, по сути, сетия, для чего они нужны. Как раз для того, чтобы если у нас что-то используется несколько раз, мы это выводили в сетие. Сетие – это Common Table Expressions, то есть это временно именованное значение, выражение, которое, да, то есть под запросов, да, большие таблицы лучше не использовать, можно много чтений, лучше как бы, да, немножко разделять. Но, насколько я помню, там все индексы сохраняются, если хорошая версия базы, то оно не так принципиально, если у вас, например, не очень много данных, и вы просто проводите какую-то аналитику, то здесь не так принципиально. Вот эти все, которые до этого были, там не так много данных, поэтому не важно. Мы все-таки именно для аналитических вещей сейчас обсуждаем. Итак, насчет сетия. Сетие – это такой некий подзапрос, но он является а-ля стированной временной таблицей, которую можно использовать внутри этого подзапроса. Да, это который вис. Сейчас как раз пример приведу. И вот эти сетие, они обладают преимуществом в том, что у нас вход более читабельный. Мы можем многократно, как раз говорили, что так у нас три раза к одной и той же таблице. Мы можем многократно использовать эти подзапросы и делать некую рекурсию. Так всегда такой, что мы просто берем вис и вис что-то, вис, и запихиваем наш вот этот вот подзапрос. И уже если смотреть, например, на слайде, у нас есть вис, то есть мы сформировали вот этот CTN, вот эту временную табличку Product Counts. Мы можем использовать вообще в любом месте нашего запроса. Можем ее использовать в другом подзапросе, мы можем ее использовать в запросе там IN, во Фроме можем ее использовать. То есть она для нас как бы как таблица. Мы ее собрали а-ля один раз. То есть мы собрали один раз, что такое Product Counts. Мы посчитали продукты, сделали группировку по наименованию и посчитали, сколько у нас было покупок по этому продукту. Дальше мы взяли Top Products. Это уже другая CTN, другое, это Table Express, то есть новая табличка Top Products, которой мы уже обращаемся к предыдущей и считаем row number. Написано rank, но как бы смотрим, сортируем их по сумме покупки. И здесь вы как раз видите отличие от rank, тут неправильно названо, это было row number назваться. Вот если бы здесь на самом деле был бы rank, то первые три строки были бы с значением 1. Вот это как раз отличие row number от rank. Здесь было бы 1, 1, 1, а здесь оно как раз 1, 2, 3, и оно здесь на самом деле довольно рандомно. И здесь как раз суть в чем? В том, что мы используем эти Table Distressions. Во-первых, это улучшает читабельность, и мы можем использовать это как таблицу. То есть мы по факту собрали Product Counts, мы могли его еще раз потом использовать в where, мы могли его использовать в product, сделать join с этим Product Counts, и мы могли его просто использовать как обычную таблицу. И вот если тот же самый запрос представить, вот видите, слева и справа один и тот же запрос. Слева он представлен через CTE, справа представлен с помощью подзапроса. Как на ваш взгляд, какой из них является более читабельным? На ваш взгляд. Включите, пожалуйста, в чат. Для этого, по сути, одна из причин, почему созданы были вот эти CTE, для того, чтобы увеличить читаемость кода, мы делили и выполняли все эти рекурсии и так далее. То есть здесь, если смотреть вправо, это тоже как бы рабочий запрос. они будут выполняться примерно одинаково, потому что данных мало, и с точки зрения CTE versus подзапрос, мы даже замеряли, на маленьких данных одно и то же. То есть здесь оно именно с точки зрения читабельности, с точки зрения использования, является более корректным. Ну, в целом, если бы у нас дальше эта табличка была использована бы пять раз, это было бы сто процентов правильнее, потому что мы ее набрали один раз и пять раз ее использовали, а мы не пять раз сделали один и тот же подзапрос, чтобы забрать данные. И в этом как раз преимущество CTE, и очень часто именно с точки зрения аналитики все советуют переводить все это на визы, потому что это более читабельно, более сопровождаемо и более понятно. Это что касается разницы. Итак, еще я добавила такой пример продуктовой аналитики. Как вообще еще применяются CTE и оконные функции? Вот как раз, как я говорила, можно делать нарастающий итог. Вот здесь мы через CTE сделали продукты, посчитали сумму выручки по этому продукту. А дальше что мы сделали? Мы сделали, по сути, там важно именно последнее, но я вывела и все остальные оконные функции. То есть сначала мы посчитали нарастающий итог по сумме, дальше мы посчитали общую сумму, то есть сумма revenue over. это уже, как мы уже раньше рассматривали, это просто у нас окно, это вся таблица, и просто считается общая сумма. То есть если вам вдруг что-то надо, вы можете ее не ссорить, вы можете посчитать сумму, там что-то повод. И здесь мы как раз считаем, какой процент от всей выручки составляет наш продукт. Какой процент от выручки у нас дает продажа именно этого продукта. Это как раз называется ABC-анализ продуктовой аналитики, и очень сильно используется там как раз именно оконные функции. Мы не считаем нарастающий итог, и там суть в том, что есть правила там про лето, 80% результата дают, точнее, наоборот. И здесь получается, что мы отбираем в порядку все продукты, которые нам приносят, например, большинство прибыли, и мы уже работаем. Также можно сделать, я не знаю, у нас есть какие-нибудь партнеры, мы смотрим, какой процент они от нашей прибыли составляют, наши выручки, и работаем только с теми, которые у нас серые по этому запросу. С последними мы там, например, минимально работаем или от них отказываемся. Здесь как раз такой вот хороший пример использования оконной функции. То есть мы не считали здесь столько, потом делили, потом здесь посчитали, делили, мы просто набрали вот эту визу. Но визу, по сути, здесь можно было разделить под запрос, но это более наглядно, что мы сначала вот отобрали продукты, считали их сумму, и уже потом навесили оконные функции и посчитали, что какую долю представляет нарастающий итог по нашему продукту. Итак, вопрос. Есть ли ограничения по количеству оконной функции? На самом деле, ну сколько можно столбцов, сколько можно и оконной функции? То есть вы можете через запятую, мне кажется, указывать сколько угодно. Я, наверное, не встречала, чтобы было какое-то ограничение. Может быть, коллеги подскажут, но по факту на моей практике нет. Но их много особо и не используешь, но можно просто делать сложные какие-то вложенные запросы, оно не должно ругаться, чтобы вот превысило количество столбцов. Наверное, нет. Итак, у меня вопрос к вам. Кто, на ваш взгляд, лучше под запрос или CTE? Либо ничего не лучше. Либо и то хорошо, и то хорошее. Ответьте, пожалуйста, чательно. Ага, вижу, что мнение разделилось. Да, под запросы кому-то привычнее. То легче писать, и то и другое. И depends, но в целом CTE, зависит от ситуации. CTE под запросы привычнее. Да, по факту на самом деле под запросы Так, Армен, сейчас чуть попозже отвечу. По факту, да, наверное, вот это CTE, вот эти WIS, если вы никогда их не использовали, вы в первое время будете к ним привыкать, потому что у нас типический синтекс нужно, как сказать, сначала собрать, назвать, написать WIS S, что-то S и так далее. Но поскольку вы с ними познакомитесь и поймете, например, их преимущество с точки зрения читабельности, мне кажется, вы наоборот на них пересадите. В целом... Сейчас, секундочку. У меня немножко летело. Отвечая на вопрос Армена, расчет процентов одного конкурса на другую выделили, во сколько их можно в одном режиме использовать, но по факту нет ограничений. Просто главное, чтобы оно было логически понятно. Там можно одну конкурс на другую сделать, функцию round сверху, чтобы посчитать. Но, наверное, в какой-то момент эта оконка не отработает. Нужно будет делать как раз подзапрос над оконкой, чтобы еще одну посчитать, потому что оконка, она же все равно делается с точки зрения этого запроса. Если вам нужно потом, например, сделать сумму от оконки, это уже надо делать под запросом. Вы это не сделаете внутри этой оконной функции. Это как раз, наверное, и минус, и специфика. Что лучше, подзапросы или CTM? Я бы ответила так. Мы подзапросы выбираем, когда у нас запрос небольшой, простой, можно легко вставить без потери читаемости, и когда используется в одном, максимум в двух местах основных запросов. Когда выбирать CTM? Когда вложенный запрос довольно сложный и легче его разбить на именованный CTM, чтобы повысить вставимость. То есть когда у нас такой огромный запрос, который, я помните, показывала было слева и справа, один и тот же запрос, но разделенный по пунктам на вот эти CTM, он считается лучше. Особенно, когда у вас подзапрос, над которым еще что-то выполняется. То есть, например, вы внутри подзапроса посчитали какую-то оконную функцию, или там группировку, сверху навесили оконную функцию, потом еще один подзапрос, навесили оконную функцию. И в таком случае лучше использовать CTE, чтобы разделить. Также, как писали, что многоразовое учтение у CTE преимущества, когда мы в одном запросе обращаемся к одной и той же результату запроса несколько раз. Это как раз основное преимущество. Мы набрали один раз и уже сколько угодно раз это используем. Также, когда нужны рекурсивные запросы, да, мы не можем, нам нужно еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, мы тоже можем использовать именно CTE. Примеров с рекурсий не будет. Я думаю, они в интернете порядок. Там довольно, и там с рекурсией есть еще отдельная такая специфическая штука. Советую просто на эту тему почитать. Так, повторите с момента, когда сравнивали с CTE. То есть тогда выбирать CTE. Давайте еще раз повторюсь. Тогда сложный запрос, довольно сложный. И нам нужно, чтобы повысить считаемость, когда у нас есть множество по запросу, мы собрали таблицу, какой-то запрос, потом сверху оконную функцию, потом еще что-то сверху. Это лучше делить на CTE. Одна CTE набрали, вторая CTE сделали на дне оконочку, 30 CTE еще что-нибудь сделали. Вот так лучше делить. Также, когда используется несколько раз в отделах одного запроса, то есть мы считаем вот эту CTE как а-ля временную таблицу, но которая живет и действует только внутри нашего запроса. То есть запрос закончился, и все. Не знаю, что это неименовое CTE, если честно. Я знаю только именовое, наверное. И вот про рекурсию. Когда мы просто постоянно используем одно и то же. Это что касается CTE. То есть мы делали замеры. Я не знаю, услышали вы или нет, что мы делали замеры. И с точки зрения загрузки, если там небольшое количество данных, то CTE и подзапросы отработают одинаково. Но у нас была старая версия с УВД, и у нас CTE работало медленнее, потому что там не сохранялись индексы, и не сохранялась индексация и позиционирование. Но сейчас уже такая большая проблема, и сейчас как бы СУВДшки поумнее, и они могут и CTE-шки нормально обрабатывать. Но в целом, раньше, да, мне даже кто-то говорил, что если куча-куча-куча данных, лучше в CTE это не запихивать. Но сейчас, наверное, уже нет. Но надо смотреть в зависимости от конкретности УВД. Я думаю, на эту тему тоже очень много статей. Так, давайте дальше. Транспонирование в SQL. Я здесь не буду там сильно долго останавливаться, просто расскажу, что про это знаю. Итак, транспонирование в SQL, в целом транспонирование, это преобразование данных. Что в итоге быстрее при большом количестве данных? Здесь надо смотреть на самом деле планы запроса и что происходит. То есть, если нет какого-то однозначного ответа, здесь надо смотреть на планы запросов и от версии СУВД, которую вы используете. То есть, если как бы не там миллиарда у вас строк, то оно будет примерно одинаково. Далее так. Итак, по поводу транспонирования. Транспонирование – это процесс преобразования данных из толстых строк и наоборот. То есть, это часто, мне кажется, термин появился у нас из Excel. Да, мы вот как раз делали как транспон с датой и просто преобразовали сроки в столбцы. И факту, в SQL нету стандартных функций, которые делают транспонирование. Есть операции pivot и panpivot, но они не поддерживаются всеми СУВД. То есть, некоторые СУВД предоставляют собственные расширения или синтексис для выполнения транспонирования данных. Например, на слайде, из моего опыта, насколько я знаю, в Oracle, раз я работала с 11 версией и выше, поддерживается операция pivot и anpivot, которую я как раз сегодня вам расскажу. Также этот pivot, anpivot есть в MS SQL и также он есть в Spark SQL. Что касается Postgres, есть операция CrossTab, она очень похожа на pivot, просто там немножко другой синтекс. Если вы понимаете, как работает pivot, вы разберетесь, как работает CrossTab. Что касается MySQL, SQLite, нет отдельных операций транспонирования, можно использовать конструкции case и под запросы для достижения транспонирования данных. Тоже я в такой мини-пример покажу, как это можно использовать. Что касается anpivot. То есть, оператор anpivot, он как бы, сейчас у меня первый anpivot, да, выполняет действия обратно оператору-пилоту. То есть, когда у нас есть опцы, мы должны их представить в строке. То есть, допустим, что таблица, которую мы создавали раньше, которая по продуктам, она там хранит, имеется в базе данных, у нее там появляются три столбца по цене. Product, Coins, Wholesale, Retail, то есть, несколько стоимостей по этому продукту. И нам нужно, как бы, из строки преобразовать в столбец. В том случае, есть anpivot, он не идеальный, я бы скажу, он довольно специфический и для того, чтобы вам сделать корректный anpivot, вам нужно знать значения, которые принимают данные. То есть, вы не можете, как в SQL, просто взять всю табличку, нажать, ну, транспонирование и он транспонирует. SQL так не умеет. И это, как бы, большая боль, особенно у меня в работе была такая большая боль, что, в данном, например, добавляется новый тип, его нужно добавлять в распланирование, иначе оно не отработает. Здесь образ синтексы, спокойный. Мы показываем таблицу, и уже, вот, если смотреть, вот там, select, front, табличка, мы делаем anpivot, мы называем новый столбец значений, называем новый столбец заголовок, и мы им, если внизу, должны перечислить значения, которые принимает наш столбец. То есть, мы должны прям перечислить что-то, что есть product cost, есть wholesale, есть retail, нужно их перечислить. Если у вас 10, вы перечисляете 10, если у вас 2, вы перечисляете 2, если у вас там 500, как бы, подумайте, нужно ли там транспонирование, и может быть, как-то изначально данные немножко по-другому не формулировать. И здесь как раз суть anpivot в том, что мы просто ему показываем, вот если внизу смотреть, мы показываем, что у нас есть столбец addish, столбец product name, они остаются как есть, то есть у нас SQL понимает, что вот эти 2 столбца, раз они не в anpivot, они будут просто использоваться как есть. Уже потом мы задаем все столбцы, которым нам нужно сделать anpivot. То есть мы как раз перечисляем, что сделай мне новый столбец purchase type, сделай мне cost и посчитай для product cost, для wholesale и для retail. И здесь синтаксис именно такой. Что касается pivot, то здесь синтаксис плюс-минус похожий в том плане, что нам также нужно передавать значение. Здесь также вы не сможете написать, что сделай мне так-то, так-то, транспонируй. Еще специфика pivot, в отличие от anpivot, то там нужно заводить еще агрегатную функцию. То есть вы не просто говорите, что у нас такой-то столбец, сделай его для транспонирования, а нам еще нужно сказать, какую агрегатную функцию применить. чаще всего применяется либо max, либо sum, но без нее никак, иначе SQL он довольно специфический, и ему нужно сказать, что если будет две строки одинаковые, сделай засуммируй и сделай эту сумму, или сделай максимум значения, на примере. С точки зрения как раз именно наших данных, все в целом очень похоже на unpivot, что мы выбираем табличку product, делаем, пишем pivot, до этого было unpivot в скобках, здесь мы пишем, то есть после нашего запроса мы пишем pivot, и говорим, для таких-то месяцев, которые принимают значения один, два, три, четыре, пять, то есть мы вот у нас есть значения один, два, три, четыре, пять, мы должны задать, то есть мы должны знать, какие у нас номера месяца, здесь тоже мы не можем просто оглядеть и сказать, сделай мне что-нибудь транспонируем, мы обязательно тоже перечисляем столбцы, и по факту, что мы берем кличку, нашу product, говорим, pivot, делай для месяцов один, два, три, четыре, пять, посчитай сумму price, опять же, у нас есть столберец product name, который не меняется, его нет в pivot, и теперь понимает, что его не надо транспонировать, он остается как есть, как и вот здесь в антивоте, у нас тоже был столбец, он понимает, что его не надо менять, а все остальное, что есть для этого столбца, ты мне, пожалуйста, транспонируй, то есть у нас было, что для продукта каждая отдельная запись, помните, было, что было, в какой-то месяц он купил столько-то, в такую-то дату он купил столько-то, в такую-то дату он купил столько-то, и здесь, когда с агрегатной функции имеет смысл, для того, что он спросит, а что мне делать, если вот у меня для вот этого один, нашлось несколько записей, и ты ему говоришь, засуммируй, или там, найди максимум, он скажет тебе максимум, который купался в текущем месяце, то есть по факту мы ему перечисляем как бы те данные, по которым нам нужно собрать, те данные, которые будут столбцами, а в OnePivot мы говорим те данные, которые будут строками, которые будут вот этим столбцом типа, мы говорим, вот для таких-то месяцев, вот у нас есть продукт name, ты его оставь, для таких-то месяцев, не посчитай сумму, и делай этот Pivot, и он такой, ага, есть продукт А, у него есть покупки такие-то, 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 вот я смотрю, чтобы у него был один, я его засуммирую, вот я смотрю, чтобы у него был три, я его засуммирую, и по факту то, что происходит с помощью Pivot и Pivot, можно сделать с помощью кейса или Unionology, факт, если у вас, например, нету и вот Pivot, MySQL и так далее. Можно в целом он делает то же самое. То есть мы берем, группируем по product name и делаем. Посчитаем там max, посчитаем значение, посчитаем такое-то, посчитаем такое-то. Или ant pivot мы можем делать с помощью Uninol. Но по факту, если у нас много-много-много запись и много-много столбцов, у нас будет много-много Uninol. С точки зрения того же пивота, нам все равно их нужно перечислять. То есть суть такая, что мы либо используем pivot on pivot, у них специфический синтекс, я советую просто его подстать с точки зрения вашей СУБД, если она есть, и попробовать именно потрогать. То презентацию я скину, можете на эти примеры смотреть. Или просто если у вас нет ни того, ни другого, вы берете и смотрите, как вы можете это сделать без пивота. пивота это либо кейсами, либо Uninol. По факту это как раз коротенько про транспонирование. Есть ли у вас какие-то вопросы про транспонирование? Если нет, у нас нет вопросов. Здесь я советую именно смотреть, какая у вас УБД. И если у вас есть пивот, стараться его использовать. Если нету, вот по сгрессу есть кросс-таб. Очень похоже. Или пробовать через кейсы, через Uninol. Спасибо большое. Тогда Unpivot. Ну, например, как мы использовали Unpivot? Например, с источника я работала с ETL-процессами в хранилище данных. Например, с источника приходят данные в строчку. У нас есть такой же продукт, у него есть такая стоимость, такая стоимость, такая стоимость. А у нас хранится вертикальное хранилище. Нам нужно положить ID-шник стоимости и эту стоимость. А здесь нет стоимости. Например, у нас таблица ценной бумаги. У ценной бумаги есть куча разных ценных. Нам нужно их положить вертикально. И тогда мы берем и вот эти горизонтальные превращаем вертикально и кладем в нашу вот эту структуру. И с точки зрения нормальных форм это правильнее, хранить вертикально. И поэтому мы можем преобразовать из горизонтального в вертикально. Я как раз писала вот эти все анпиводы, чтобы просто привести к данным нашего хранилища, чтобы они были удобнее, и с точки зрения индексации, чтобы были все эти партиции по типам и так далее. И тогда мне приходилось из строчки превращать в столбец. Александр, я ответила на твой вопрос? Конные функции и CTE. Это стандарты SQL и поддерживаются в Oracle и в MS SQL серверах. В Oracle и MS SQL серверах они точно оба есть. Насчет стандарта и нестандарта, насколько я помню, что я, наверное, так однозначно не отвечу. Я знаю, что пивот, он не стандарта, а все остальное, по-моему, почти во всех базах есть. Во всех СУВД. Oracle 100% я лично использовала. В MS SQL сервере, вот этот вопрос, который я делала, вот этот, я его делала на MS SQL, потому что все предыдущие примеры, что я делала, это был POSGRES, а именно для пивота я просто открыла как бы онлайн MS SQL и сделала вот это. То есть они есть. И CTE-шки там тоже есть. В целом у меня все. Я тогда закончу использовать CTE-шки. У нас сейчас Виктор делится своим. Ольга, спасибо большое за интересную и полезную информацию. Пока наши участники еще думают, какие вопросы можно еще задать, у меня для вас небольшой обещанный сюрприз. Мы поможем вам включить лето на максимум и повысить вашу квалификацию по очень выгодным ценам. Сейчас для всех наш учебный центр проводит акцию, если у вас прошли у нас обучение, в период с 1 января по 30 июня, тогда доступна скидка 30% на любой курс и за списание записаться можно на любой курс до 31 августа. Но только для вас по специальному промокоду SUMMERDEFICE2023 восклицательный знак, пожалуйста, не забудьте восклицательный знак, вам доступна скидка 30% без условия и необходимости проходить обучение до этого. Можете подать заявку до 6 июля. Итак, промокод SUMMERDEFICE2023 и скидка в 30% на любой курс до 31 августа можете записаться. Но это еще не все. Мы также являемся центром российской сертификации и проводим сертификацию. Что это такое? Это возможность подтвердить свою квалификацию, повысить заработную плату и выяснить зону развития в сфере системного и бизнес-анализа. Для всех обучающихся у нас предусмотрена скидка на сертификацию в 20%, если до этого был пройден хотя бы один курс по системному анализу. Но только для вас, для участников нашего вебинара действует скидка в 30% на сертификацию по тому же промокоду SUMMERDEFICE2023 в восклицательный знак без выполнения условия о прохождении курса. Этим промокодом SUMMERDEFICE2023 в восклицательный знак можно воспользоваться до 6 июля. Нужно всего лишь оставить его с подготовками Терек заявки. После нашей встречи мы вышли вам презентации. Ссылки в презентации все кликабельные, поэтому можете ознакомиться с нашими курсами в уютной домашней обстановке и оставить заявку. Если вдруг вы не сможете определиться с выбором, то наши заботливые менеджеры с радостью вам помогут. Также сейчас я прошу вас заполнить небольшую анкету обратной связи. Ссылка на нее есть на слайде. Если вам удобно, смотрите и заполняйте с телефона. Также я продублирую ее в чате. А сейчас, возможно, у вас еще остались вопросы и ответы, которые вы захотите задать Ольге. Пожалуйста, давайте посмотрим. Если есть какие-то вопросы, да, можете задавать их в чате либо в блоке вопросов. Сейчас как раз время ответить на вопросы, если они у вас есть. Если вопросов нет, напишите, пожалуйста, то вопросов нет. Чтобы мы понимали, что вы еще с нами. Да, насчет транспонирования, это просто я, поэтому я не стала прям сильно углубляться, потому что здесь надо прям самим потрогать этот синтезис, а просто показало, что есть такие способы, которые можно использовать в зависимости от вашей СУБД. Советую в целом попрактиковаться. Вот, презентации есть, если необходимо, вместе с презентацией могу прислать все лекты отдельно, если есть такая необходимость, они у меня сохранены, чтобы они были и с презентацией. Ольга, там один вопрос в чате появился, спрашивают, а что происходит с индексами в СТИ? Вот здесь как раз нужно в зависимости от вашей версии СУБД смотреть. У меня как раз когда мы использовали, у нас все индексы уходили, и это как бы была просто как отдельная таблица, которая где-то в памяти лежала, и там индексации не было. Как она используется сейчас в ваш СУБД, просто смотрите документацию, и там, по идее, должно быть понятно. Про селекты услышали? Я вам тоже тогда рисую, чтобы тоже можно было отправить. Спасибо большое за ваши топлые слова. Я очень рада, что вам было полезно. Большое спасибо вам, Ольга, за чудесный доклад, и большое спасибо вам, уважаемые участники, что присутствовали и прослушали нас. Если у вас какие-то остальные какие-то вопросы, пожалуйста, а потом можете отправить на почту. Также вам вскоре придет презентация, где вы можете еще раз повторить и сохранить к себе этот полезный материал. Ну что ж, рада всех увидеть. Проходите к нам на обучение, записывайтесь, оставляйте заявки на нашем сайте, и всего хорошего. До новых встреч. Спасибо большое.